Привет, меломаны! Этот ролик посвящен очень необычному музыкальному фестивалю в Чехии Apsyn Extreme. Расскажу все последние новости, покажу музыку групп, которые будут участвовать в нем летом 2023 и не только. Я уделяю этому фесту, ну, довольно много внимания на канале. Во-первых, просто люблю такое музло хардкор, панк, грайнкор, дезметал. Во-вторых, я туда поеду летом, а в-третьих, в русскоговорящем ютубе, ну, просто ничего не снимают про Apsyn. Что странно, ведь подобного фестиваля в мире, ну, похоже, просто нет. И вот как раз вот этот пунктик, ну, особенности, меня очень сильно и привлекает. Даже не верится, что фестиваль проходит аж с 99-го года, а место проведения небольшой горный городок Трутнов в Чехии, что недалеко от польской границы. Фестик затевался как шутка, ну, как пьянка для празднования дня рождения одного известного в музыкальных кругах активиста Чурби. Но с годами он превратился в своеобразную мекку для фанатов самых неслушабельных музыкальных жанров. И ежегодно сюда съезжаются люди, ну, со всего мира. Да, в основном встречаешь ребят из Чехии, но также много немцев, голландцев, французов. Прилетают даже ребята из Латинской Америки. Встречаются меломаны и из нашего региона. Я, кстати, в прошлом видосе про Апстин спрашивал у знатоков, а кто-нибудь помнит, выступали ли на этом фесте группы из Белоруссии, Украины и России? И какие? Да, кое-кто написал пару банд, но вот тебе полный список. От Белоруссии в 2015 году играли брутальщики Пасхюма с Бласвами. А еще Синеокую представляли Анал Грайнд из Новополоцка в 2017. А в 2019 бради Церебри Эктомея из Гомеля. Хотя вряд ли они все сейчас живут в этих городах. Из Украины же в 2004 выступали Флэш Гор. Сорян, не нашел видео с Апстина того года, но есть 2006 с Брутала Солта. Ну, что есть, то есть. Кстати, в 2023 на Апстине отметятся еще одни украинцы, но об этом позже. Для россиян же дверцу на ОЕФ открыли Дистресс в том самом 2007. Кстати, в 2013 они выступили в Чехии еще раз. В 2009 на сцене в Трутнове покувыркались септико-поемия. И после них ежегодно хотя бы одна группа из России, но была. В 2010-м Пурулен Джакузи. В 2011-м Коматос. В 2012-м выступили Скат. А в 2014-м были сразу две банды. Дехидрейтед и Каталепсия. Последние годы никто из СНГ на сцену в Трутнове не поднимался. Наверное, наложились крымские события, пандемия и не только. Похоже, уж слишком сложно организовывать и привозить группы из нашего Тьму Тараканьского региона. И бодаться со всем вот этим сопутствующим гемором. Визами, херизами. Ну и правда, зачем возиться, если можно поставить в лайнап Чеха, Голландца или Немца, которому до Трутного, ну, пару часов езды. Плюс, наверное, в то время у нас не появилось настолько весомых коллективов, которых просто глупо не пригласить на Апсцин. Если не согласен и такие группы есть, пиши в комментариях. Да, коль заговорили про комментарии, то не забудь отметить этот выпуск лайком, чтобы побольше ребят из темы его увидели. Алгоритмы Ютуба это очень любят. Да и вообще, давай поставим задачу. Соберем 100 лайков и я сделаю следующую, третью часть про Апсцин. Ну, а если ролик, ну, прям вообще очень сильно понравится, то канал можно поддержать. Ссылки на донат есть в описании. Что ж, прошлому честь отдали. Ну и хрен с ним. Давай смотреть в будущее. Кто же выйдет на сцену Апсцин этим летом? Из известных выступит немецкая трэш-группа Holy Moses. Кстати, я слышал, что это будет последнее выступление для вокалистки. Для панков будет интересно посмотреть калифорнийцев Total House. Для любителей Death Metal, по-моему, наибольший интерес могут вызвать американцы Suffocation, поляки Vader и мексиканцы Disgorge. Любители звука, как у Nazum, будут рады посмотреть Rotten Sound. Уверен, что никто из этих сэров и серих, указанных выше, в представлении не нуждаются. Пиши в комментариях. Я прав. В списке типа хэдлайнеров также числятся шведские трэшеры The Crown. Несколько недель назад они играли на очень прикольном фестивале 70 тысяч тонн. Этот фест проходил на палубах шикарного корабля-лайнера, который набит несколькими тысячами металлистов и за пять дней прошел маршрут от Майами до Багамов. Ну и обратно. И все эти пять дней на корабле на четырех сценах рубил металл, а люди чилили в бассейнах. Ну, прикольно же. На канале есть видос про этот фест и кадры оттуда. Зацени, когда досмотришь вот этот. Так что возвращаемся к апсцин. Давай больше внимания уделим ребятам, которые не так известны, но наравне с именитыми коллегами готовятся раздать пиздулей на OEF 2023. Давай узнаем, что такое Ильвилья. Это, оказывается, такая шведская, очень красивая смесь Блэка и Дебита. Мне очень понравилось, но, кажется, их не поставят вечером. Типа, ну, молодые еще. Интересно, как эти чуваки будут создавать вот эту свою атмосферу при свете дня. И еще. Я вот ранее говорил про звучание Назума и что за это направление может ответить Rotten Sound. Забираю свои слова обратно. Фины просто сопляки по сравнению с мощью звука шведов. Гаджет. Да, после такого шквала, наверное, странновато услышать что-то подобное. Правда? Но это абсцин и такой олдскульный металл здесь, ну, как бы, встретить несложно. Это была немецкая группа Woltür. Вообще, мне очень нравится, что фестиваль представляет из себя вот такой вот винегрет, а не предан чему-то одному. И люди здесь собираются, ну, тоже разные. И не только по национальности, там, цвету кожи, но и по профессии, по финансовому статусу. На танцполе бывает попадаются вот настоящие говнопанки, ну, бомжи, короче. А рядом с ними колбасятся цивильные челы с айфонами или там солнечными очками, которые дороже, чем моя жизнь. И самое прикольное, что люди, которые сюда приезжают, довольно быстро находят коннект, сдруживаются, чувствуют себя в своей тарелке и в тусовке людей, которых, ну, как будто давным-давно знают. Хотя, увиделись только сегодня. Ладно, давай знакомиться еще с парочкой групп, которые будут выступать на фестивале. Буду стараться показать разнообразие. Вот, например, приземленный и понятный хардкор панк из Бельгии, Капитал Скам. А после них могут играть лютый Брутал Дэсс, киевляне Шизагет. Ну, и куда на Апсине без горграйнда? Его, по-моему, с каждым годом все меньше, так что скоро вообще можно будет в красную книгу заносить. Но этим летом за него могут смело ответить, ну, как ответить, унитазно пробулькать гений пик. Это так звучит, морская свинка? Ну, и давай познакомимся с Инкарсерейшн. Это бразильцы, которые начали играть чуть больше десяти лет назад. Но их дезметал звучит так, как будто они прилетели из прошлого века. Зацени. Что ж, пока хватит с тебя, напоминаю, предлагаю набрать 100 лайков под видосом. И если получится, то с радостью сделаю следующий выпуск про этот странный, больной на голову, но такой особенный Апстин. Наверное, вот из-за вот этой необычности он и привлекает людей приезжать сюда снова и снова. Тут можно погонять внутренних демонов и никого при этом не стесняться. Но есть и еще один пункт, объясняющий популярность Апстина. Думаю, людей вдохновляет вот это вот ощущение отличительности. Апстин — это история для особенных. Кто нашел, грубо говоря, в ведре рвоты свой алмаз? И все мы ощущаем вот какое-то единство, как заговорщики. Как будто нам известен какой-то секрет, который лежит на самом видном месте, но обывателю не дано это понять. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, написать комментарий, ну и задонатить, если есть желание. Все идет на создание контента. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!